Очень здорово, что у нас разные авторы, разные медиа, как сейчас говорят, и у нас и живопись, и фотография, и видео, и объекты. И по-моему, они друг другу совершенно не противоречиваются. Хотелось бы передать слово теперь Владимиру Афарику, который как раз вот куратор всей интерактивной части выставки, и который помог представить сегодня прекрасную вот эти работы, которую вы имеете в счастье. Спасибо. Ну, в галерее А3 уже достаточно, там, чуть ли 10 лет уже существует отдел мультимедиа. Сначала существовала наша собственная фантазия, без всякого официоза. Хотя на всех международных форумах, как там, как и было написано, отдел мультимедиа, галерее А3, Ну, впоследствии уже потом все это структурно закрепили, создали там, значит, специально под штатным расписанием места. Спасибо большое за это. Вот. Мы как бы работаем. И очень приятно, что наши контакты с зарубежными художниками не прекращаются, а наоборот. Они сейчас находятся в очень такой интенсивной фазе. Значит, дело в том, что мы продолжаем наше сотрудничество с Германией, с отдельными городами, с которыми мы продолжим. Ну, и мы делаем там выставки. Вот в апреле месяца этого года была выставка «Раздоров с русским авангардом» в Дрестоне. И это потянуло за собой целую цепь выставок, которые мы сейчас и готовим. То есть, у нас какой-то такой, потому что международный уклон появился. Здесь на выставке представлены немецкие художники, несколько человек. Это и видео, и фотографии, и живые. В апреле следующего года будет большой немецкий проект, который они здесь покажут в апреле. И я еще хочу сказать, что никакие мультимедиа, конечно, невозможно без оборудования хорошего. Вот. И у нас в этом смысле некая трудность, но большое спасибо компании GVC, которая нас решила поддержать, предоставила нам эти мониторы. Будем надеяться, что в дальнейшем они нам также помогут. И это очень украсит нашу личность. Это все к тому, что очень многие художники, живописцы, графики, как их раньше всех делили, они теперь могут делать не только, например, живописец, он может и объекты сделать, и фильм снять, причем весьма интересно.